так вопрос сейчас сюда дальше вниз спасибо большое за переподписку а висинг спасибо за переподписку мы где это не дальше случайно получается акрополь это дальше вам сюда пока не надо а как так получается стоп мы же по идее наверх поднимались то есть там дальше прохода нет что ли и нужно идти обязательно сюда или акрополь это не дальше окно по карте посмотреть подождите как у нас же был первый телепорт здесь я с обратной стороны подошел к месту откуда мы начали а ну да так и есть мы пришли оттуда здесь ворота были закрыты хорошо мост этот насколько я помню это обратно там проходили как раз что где м значит мистерия что все что-то не могу уйти ненавижу вот эти механики сверху которой молнии особенно в игре где куча анимации ты стоишь сделать ничего не можешь даже о здравствуйте ну ладно шанс я так не понял чем молнии лучше бить астралом огнем астрала наверно вроде огнем даже побольше выходит то есть и смотри о морозом вообще 800 а нет сексу 36 убьет о что ты на его Ага, мелочь. Ух ты, надо же. Палант такой, да ты офигел. А кто у меня интерфейс делся? Можно мне полоски мои вернуть? Не видно же нифига. Как играть-то? Если так. А если так? Нет? Эм. Эм. Нет, все-таки Астралом больнее, чем Морозом. Еще раз. 773. Вот так. 750. Да почему она по-разному бьет каждый раз? Я сейчас умру, потому что я не вижу свое здоровье. У меня, по-моему, и кнопки хот-кей как-то не работают. Я в щит очень долго не мог встать. И сейчас бутылку не мог выпить. Может, у меня они, правда, кончились, а я не вижу. О, отлично. Эх, зря бежал. Кстати, надо было загонять, потратиться. Даже, наверное, сейчас есть смысл это сделать. У нас было сразу после испытания, наверное. Надо было. А, блин, вы же переехали, точно. Ладно. Надеюсь, можно эту штуку купить? Как раз. О, отлично. А, нет, не отлично. Глыбы мне нужны еще. Буду вспомнить. Ну, можно раствор хотя бы взять. И бутылки, наверное, можно купить. Я не знаю, сколько их у меня. А, у меня их 124 штуки еще. Дофига. Ну, так легенда. Отнимай по 10%. А там, точнее, у меня даже больше. Отнимается. У меня ж навык, который увеличивает количество лута, но уменьшает... Ой, но увеличивает в то же время количество пыли, которую я теряю. 10% из 70К, это 7К. Считай, за смерть с меня снимали почти 10 тысяч каждый раз. Я, кстати, не знаю, сколько там увеличенный процент. Это считать надо. Потому что они не пишут. Или пишут. Вовремя молния. Вот такой быстрый, конечно. Вот он отбегает. Я только начинаю посохом замахиваться. А он уже обратно бежит, прыгает. Я даже не успеваю ударить. Не забудь, когда он начнет, атакова и мухала делать. Как бы из последних сил. Будь больно. Угу. Ой, больно. Он-то еще и на молнии толкает. Так, мелочи полей сейчас. Да? Ага. Измолнии. Смотри, кстати. Так, уходи ко мне. Раз. Раз. Вот сейчас что-то будет. Ага. Сейчас он у меня приземлится. Там сфера какая-то слева была. Да. Или это твоя? Нет, что-то летело. Ой-ой. Гад. Прутой, конечно. Прям реально такая молния. Скоростной. О-о-о. Вот сейчас что-то будет. Вот она, вот она. Беги-беги. Угу. Ваншот обилка его. Он после нее устаёт. Устанём. Лови. Хе-хе-хе. Усмирение грозы получено достижение. Там щеночек такой. И получено достижение проще простого. Всех боссов троица. Угу. Хорошо. Я так понимаю, что... Здесь-то есть смысл осматривать? Да, есть смысл пробежаться вокруг. Здесь может... Скорее всего, вон там где-нибудь может сундучок. Хотя нет. Наверное, здесь нет ничего. Ну такой. Не знаю. Он в первый раз мне показался более грозным. Там какое-то другое освещение было или что-то, не знаю. Он какой-то более сверкающий, что ли, был. А здесь он какой-то просто жёлтый пёсик. Визуально смотрелся. Саша, насмотрелся на боссов подряд здесь штук, вот и... Теперь ему уже и босс не босс. И не такой уж сверкающий, не такой уж и мощный. Тут ещё вопрос, насколько этот зверь вообще, происхождение его, насколько он божественный. Во-во-во, видали, что творит? Я так понимаю, всё, можно на пик резца возвращаться. Надо с этим, с ребятами только пообщаться. И может быть манну слить. Ну да. Который забыл сюда, да, сейчас. Ну там на один раз, в принципе. В любом случае, конечно, есть смысл зайти и слить. Я, может быть, ушаю, сейчас смогу сразу. Купить что-нибудь. Интересно, сильно они расстроятся? Что-то Паланта грохнула. Может, мы не будем говорить? Шай, что у тебя есть прикупить? Ну-ка. А, тоже по 27 тысяч. А бутылочки не продаёшь? О, давай. В принципе, запаса бутылок не так сложно пополнить, даже если в нуле слиться. 28 бутылок за 8400 пыли. Пыль это набивается без особых проблем. Я тороплюсь, потом вернусь и разберусь с вами. Ой, неужели свидание? А, это было. Один офисский натурфилософ сказал, что здесь много древних артефактов, поэтому ноги практически сами привели меня сюда. А, это тоже было. Странно, что у вас повторяются. О, передать предмет с тела Паланта. О, передать предмет с тела Паланта. О, что ты наделала? Постой, у тебя в руках. Неужели это? Ну, держи. Может, тебе это пригодится для исследований? Да. Я возьму это. Он мне дал просто древние украшения. Палант, достаточно ли этого для исследования? Интересно, а Эвминит как-то отметит, что Палант убит? Какая ужасающая мощь. Недаром его прозвали Божественным Псом Афиса. Не знаю, связан ли он каким-то образом с Троицей, но силы ему не занимать. Едва не забыла, как сильно Палант нужен офисянам. К счастью, он кое-что оставил после себя. Надеюсь, этого хватит, чтобы ученые продолжили изучать тайну Паланта. Интересно, откуда он взялся? Можно было победить, ачивку получить и перед боссом загрузиться. Зачем? Ну так, чтобы изучали. Ааа. Но он же типа просил, не убивайте. Ага. Ой, забыл, что здесь прыгать нельзя. Ничего не знаю, я Архонт этого города. Василия. Какого Василия? Ну, с которым ты дрался. А причем этот Василий? Его Василий звали. Нет. Архонта звали Марбл вообще-то. А Василий это какой-то непонятная выскочка. Судья. Судья. Интересно, зачем они так сильно, дальность толча ограничена? Так неудобно, конечно. Не, ну, логично, что у оружия какая-то дальность есть. Ну, какая-то есть, но когда враги стреляют гораздо-гораздо дальше... Но у них лучше. Как-то, как-то очень обидно, что они в тебя попадают, а ты в них не можешь попасть. Так, здесь можно нажать кнопочку. А что у нас по сундукам и прочему? Ой, один сундук остался и все. И два телепорта. Надеюсь, диалогов на время не будет. Камера, что ты творишь? Так, ну, наверное, настрал. В даре Нексуса нужно больше 20 сундуков еще. Там, похоже, на новую игру плюс рассчитано. Это дело. В принципе, я могу даже глянуть ради интереса. Потому что у нас остается один сундук. Но мы там считали уже. Ну, вот, как-то вот, как... Я не знаю. Тут еще дофига собирать надо. Обидно. Я надеялся, что мы в финал игры уйдем уже в новом костюме. А мы... Ну, никак. Если только нам в конце там какие-то бонусные сундуки не будут... Я не знаю. Я думаю, все-таки игра плюс. Такое большое место, здесь ничего нет. Ну, так. Медный слиток. Штучка. Ну, на новой игре плюс. Насколько я знаю, зато сохранится прокачка оружия и всего прочего. Получается, что можно докачать все остальное. И даже оружие новое попробовать. Ох ты, здравствуйте. Смотри, кто из них там. Мак? Ага. Сейчас. Присяга сенаторов. Я торжественно клянусь своей честности, законопослушности и преданности офису. Я не буду мошенничать или преследовать личную выгоду и клянусь уважать права людей. Если я нарушу клятву, то приму самое суровое наказание. Да помогут мне боги на этом пути. Вот этот сильный типок. Угу. Он еще вперед делает это вот. Лизка его нельзя подпускать. Хорошо. С костетами. Запилил. Не понял. Сейчас пролетит. Ага. Эх, не успел. Интересно, а если сохраниться перед сундуком, открыть и откатиться? Не, это так не работает. Тут именно в сейв записывается информация. Наспеешь опять, походу. Прям какой-то вов. Расчищаем паки. Потихонечку. Тихонечку. Мало урона как-то. Мало урона как-то. Бруски, кстати, вот колоссов падают. А какие бруски? А тебе не нужны? Тебе не нужны были орехалковые? Я не смотрел просто, что за бруски там с него падали. Орехалковые. А, тебе самородки нужны были. Бруски тоже нужны. Бруски идут на украшения. А там, я честно говоря, в украшениях я вообще запутался уже. Кому там что куда. Ух ты, наверх? А, тут что-то будет сейчас. Вот вы где. Я уже начала волноваться. Я же говорила, что мы догоним. Просто возникли небольшие трудности. Какие? Хромовники зашли нам в спину. Возможно, их сюда телепортировали, чтобы они застали нас врасплох. Я разберусь с ними. Нет, нельзя терять время. Бион и Вангелос справятся сами. Нужно идти вперед. Госпожа права. Положись на нас. Вангелос, не беспокойся, преподобная. Я уцелею, это моя обязанность. Хорошо. Да благословит тебя троица. Восхождение. Слышали, да? Вам слышно было, как у нас тут? Наверное. Гундело дрелью от соседа. Идеологии эти не паузятся, которые. Так ужасно, конечно. И сосед этот такой... Вот прямо вот специально как ждал вот этого момента. Чтобы начать пилить там у себя что-то. Что я хотел сделать? Дневник хотел почитать. Я думаю, что это было слышно в любом случае. Это было громко, да? Это было очень громко. Это начало конца. Моя судьба, как и судьба папы. Минервы, последователи и всего офиса решится на пикерца. Стоп, это было. Если бы не молнии и владеющие магией воины, я бы с удовольствием полюбовалась на величественные статуи и строения. К счастью, здесь достаточно безопасно, чтобы устроить привал. Все вроде бы неплохо держатся. Только мы разобрались с колоссами, как нас снова начали преследовать. Да благословят Биона и остальных Солнце, Луна и Северные Ветры. Мы проделали такой долгий путь. Мы не можем понести потери. Да, в любом случае кто-то умрет, небось. Такая драка будет. А, стоп, наверное, поговорить надо со всеми. Слава Северному Ветру, ты в порядке. Хвала богам. И в Минице сосредоточил всю свою магию на тебе. Это ослабило храмовников. Не похоже, что ему вообще есть до нас дело. Он не станет показывать нам, что ослаб. Но это видно по состоянию его храмовников. Надо по-прежнему быть на чеку. Он остается опасным противником. Дальше дело с тобой, Хильда. Мы вроде это спрашивали. Какие опасности могут поджидать на горе? Остерегаясь храмовников. Они необычные солдаты. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Это было, да. Рассказать о том, что вы узнали при изучении аномалии в святилище. Хильда рассказывает о том, что происходило в святилище. Подожди-ка, такая аномалия и правда существует? Да, это за рамками нормы, поэтому я занялась расследованием. К счастью, аномалия не повлияла на Ночь Троицы и Нексус. Но в ее существование все еще трудно поверить. Ведь так? Верно. Я даже немного завидую, что ты увидел у многих древних героев и встретилась с Архонтом из прошлого. Все они целеустремленные и сильные личности. Я это точно знаю. Да, так и есть. Можно сказать, я вырос на историях о них. Герои того времени преуспели как в магии, так и в боевом искусстве. Они сильно повлияли на историю и общество Афиса. Установление границ, создание новой классовой системы, объединение против врагов, введение законов. Без этих героев Афис никогда не стал бы процветающим. А мог и вовсе быть захвачен другими странами и стать лишь одной из страниц истории. Своим упорным трудом предки дали нам то, что есть у нас сегодня. Так мне однажды сказал отец. Я рад, что ты встретилась с древними героями Афиса и поняла, какой вклад они внесли в процветание нашего города. Меня это тоже вдохновило. Я сделаю все возможное, чтобы Афис вновь обрел былое величие. Готово. Я уже думал, что отправлюсь к звездам. Не волнуйся, все хорошо. Рад тебя видеть. Я тебя тоже. Поверить не могу, что мы уже почти у цели. А Минерва с сиреной наверх, что ли, утопали? Что-то я не заметил, что их тут нет. Где-то здесь должен быть сундучок, наверное, нет? Странно, что нет. Ну, давай до конца добежим. А, не могу спуститься. Ну вот, направо еще. Погляди вот сюда вот. А, хотя тут не запрыгнешь. Высоко тут. Ну да. Ну, значит, не здесь. Либо где-то пропустили. Может, и пропустили. Там для собаки, допустим. Да, могли. Там камни всякие. Могло спрятаться. Ну, либо он дальше где-то. У нас еще два телепорта. А, ну, тем более, да. Наверное. Найдем еще тогда. Астрахинон. В 537 году эра просвещения 17-й архонт духовенства Аалтар поклялся при своей жизни построить на пике резца храм богов звезд и увековечить память о своей предшественнице архонте духовенства Веспе, которая установила демократию и привела людей к счастью. В этом храме люди будут возносить молитвы богам и благодарить их за мирную жизнь в справедливом обществе. В 1300 году эра просвещения архонт духовенства Петрий провел четвертую реновацию Астрахинона. О, телепорт. Ох. Остановитесь сейчас же. Вы все еще можете уйти. Нет. Этот голос. Это он. Не слушай его. Вперед. Эвменит. Должен признать, Минерва, отчасти твое упрямство восхищает меня. Подумай только, ты объединилась с Сиреной. Кажется, твои дела и правда плохи. Возможно. А может быть, я не так уж сильно от тебя отличаюсь. Хе-хе. Хильда, а ты зачем пришла? События в офисе тебя не касаются. Это не так. Я знаю, что одного города тебе будет мало. А еще я хотела спросить. У меня мало времени, поэтому можешь задать только один вопрос. О, это не тот самый ключевой вопрос, который надо задать Эвмениду. Говорить о первоначальных намерениях Эвменида. Да, скорее всего, тот самый. Не, не знаю, что у него спрашивать. Поговорить об идеалах Эвменида. Об идеалах поговорить? Ну, давай об идеалах. В офисе я многое от тебя слышала. О тебе слышала. Но слышала ли ты голос народа? Обеспокоенность людей твоими действиями и... Я слышал все. Сделал такой вывод. Вывод. Я разочарован в каждом жителе. Минерва, ты же помнишь? Однажды я сказал, представители дома Лавра корят меня за идеализм. Даже ты. Помнишь, как ты мне ответила? Люди рождаются невеждами, и им нужны правила. Именно правила. Научат их стремиться к идеалу. Ты думаешь только о том, как нарушить правила, а не о том, смогут ли люди следовать за тобой. Но как бы я узнал, готовы ли они, если бы не нарушил правила? А те, кто не сможет идти за тобой, ты пожертвуешь ими без колебаний? Тогда ты не смог мне ответить. Потому что тогда я еще не нашел ответ. Теперь я знаю, что делать. Поступать как Титан? Если захватить разум людей, то уже не важно, готовы ли они идти за тобой. Очень умно. Не забывай, люди рождаются невеждами. Я узрел истинную магию, и теперь согласен с тем, о чем ты говорила. По крайней мере сейчас. Впрочем, я не ожидал, что даже вы с Сиреной будете не готовы идти за мной. Евминит, теперь мне все ясно. Если вы меня не понимаете, как тогда смогли бы поддержать мои идеи? Больше я не ищу вашего одобрения. Увидимся вновь среди звезд. Стой, что насчет Легиона Северного Ветра, Евминит, где они? Я думал тебе плевать на чужаков. Любопытно. Возможно, в чем-то я лучше тебя. Вспомнил. В принципе, получается, не важно, чем руководство. Проклятие, он исчез. Что он имел в виду? Не знаю, у меня плохое предчувствие. Что бы ни ждало нас впереди, мы справимся с этим вместе, верно? Спасибо тебе. Последнее предупреждение. Я хотела сказать, что не важно, уже на данном этапе происходящего не важно, какие были у него изначальные идеалы, потому что уже настолько все изменилось, как бы, что он в детстве, он вообще отцу обещал, что будет помогать ему и так далее. Никогда ничего такого не сделает плохого. Тот подлец упомянул легион северного ветра, клянусь ветрами, меня это насторожило. Где папа? Почему я до сих пор не встретил ни его, ни братьев? Да, вот где они. А музыка какая проиграла сейчас? Просто задание закончилось? Или такая, как с жетоном? Без понятия, я их не различаю. Я тоже. Вот Лефтхендер говорит, по-моему, это был звук у жетончик. Почему Эвминит говорит о контроле разума так, будто это какой-то пустяк? Мы, воины легиона Северного ветра, готовы отдать жизнь за нашего короля, но это наш выбор. Это разные вещи. Хильда, даже у людей, которых контролирует Титан, за коллективной волей остается индивидуальность. Судя по всему, Эвминит думает, что коллективное сознание не помешает людям быть самостоятельными. Разве это можно назвать индивидуальностью? Кажется, Эвминит считает именно так. Он думает, что просто избавляется от негативных факторов, которые мешают прогрессу. Здесь очень сложно найти золотую середину. Я не могу ответить на твой вопрос. И все же... Мы должны убедить его, что все не так просто, как ему кажется. Ты не ранена? Нет, по милости богов. Я думаю о том, что сказал тебе Эвминит. Он не должен решать за всех. Если нам суждено быть глупцами, значит, не стоит бороться с этим. Что в этом плохого? По крайней мере, мне нравятся, какие мы сейчас. И у меня есть вера в людей. Ты то и дело смотришь по сторонам. Что ты ищешь? Ты заметила? Это место? Я часто здесь бывала. Поэтому мне немного грустно, что здесь все уже не так, как раньше. Часто здесь бывала? Но разве ты не... Да, я родилась в бедности. Архонт Петри удочерил меня. И мы часто приходили сюда с ним. Все очень сложно. В общем, мы оба старались соответствовать ожиданиям друг друга. И оба друг друга использовали. Несмотря на это, у нас были неплохие отношения. Сложно представить рядом с Петрием кого-то вроде тебя. Это место просто тренировочная площадка. Здесь он готовил меня к политическим битвам. Но моя настоящая семья нуждающаяся с черных улиц. Однако, похоже, так думаю только я. Спросить о Петри и удочерении. Зачем Петри удочерил тебя? Сложно такое представить, да? Думаю, он сделал это для того, чтобы подавить восстание рабов, в котором я участвовала. К тому же он хотел знать, удостоят ли боги своей милостью кого-то, кто был рожден рабом. Хочешь сказать, боги относятся ко всем по-разному? Петри думал, что рабы обречены быть рабами потому, что боги разделили людей на классы. Он был убежден в том, что у рабов не должно быть доступа к астериту, иначе боги накажут их. Именно поэтому политика равенства Эвменида так его возмущала. Насколько я знаю, в офисе разрешен переход между классами, любой может улучшить свое положение. Такая возможность действительно есть, но доступна она не всем. Петри считал меня одним из редких исключений. Поэтому он приложил много усилий, чтобы воспитать меня и дать мне возможность стать Архонтом. Но я хорошо знаю, какие ужасные поступки он порой совершал, чтобы удержать власть. Мне трудно выразить словами все, что я о нем думаю. Ужасные поступки? Да, например, он без сомнений причинил бы вред людям с помощью резонаторов. Хе-хе. Конечно, это только мои домыслы. Но он был на это способен. Не удивлюсь, если он и правда совершал такие поступки. А, ну он имел в виду, наверное, он имел в виду не массово вот это, то, что с резонаторами началось. Хотя вполне может быть, что он руку приложил к этому. А Эвминд запустил это проклятие. Поговорить о том, что она сейчас думает об Эвмениде. Эвменид явно вызвал у тебя сильные эмоции. Это так. Увидев, в каком он состоянии, я приняла важное решение. Эвменид уже не тот, кем он был тысячи лет назад. Когда стремился к светлому будущему. Время изменило каждого в офисе. И я тоже должна измениться. На этот раз я поддержу решение Минирова. Каким бы оно ни было. Вот я как раз об этом говорю, что вот она тоже говорит, он изменился. Неважно, какие у него там в детстве были хотелки. Все, да? Все ради народа. Ну, вроде да. Мы должны убедить его, что все не так просто, как ему кажется. И все. Ага. Убедить его. Тут сохраненка. Ну, я к ней подходил, да. Ну, можно еще раз просто. Я все забываю, что она не так работает, не как обычный сейк. Ну, да. Тут достаточно просто сохранится даже. Да и игра периодически сохраняет. Там, после каких-то действий. Опа. Папочка. Под контролем, слушай. Угу. И что делать называется? Под контролем. Это... Мой отец! О, боги. Ивминит контролирует его. Как и храмовников. Вот мерзавец! Я чувствую, что у него другая аура. А вы, Минерва? Я тоже. Аура не такая, как у храмовников. Он борется с контролем. Иринии говорил, что это состояние называют пограничным. Душа открывается и образуется канал, через который можно ей завладеть. А если этот канал можно открыть, значит его можно и закрыть. Как это сделать? Ключевую роль в этом играет Транквилит. Если закрыть канал между его душой и сознанием Эвменида, он освободится. Хорошо. Ты наложишь заклинание, а я помогу тебе. Хильда, мы с Минервой освободим Гарольда. Но тебе нужно его отвлечь. Драться. Как именно? Как угодно. Главное ослабить Гарольда. Гарольда. Чем-то занять его. Уверена, ты справишься, а мы сделаем все остальное. Хорошо. И... Спасибо вам. Папа. Хильда, да что с тобой такое? Северный ветер дует на юг. Так ты мне говорил. Я не могу отступить. Папа, я знаю, что Эвменид собирается получить над всеми контроль с помощью силы Нексуса. Наверное, ты остался здесь для того, чтобы дать ему отпор. Ты же командир Легиона Северного ветра. Если у него получится, все наши усилия окажутся напрасными. Мы провалим задание. Я... Я должен остановиться. Меня заставляют напасть на тебя. Я не боюсь с тобой сразиться, папа. Последователи освободят тебя от чара Эвменида. Не, ну он крутой. Он еще, он очень крутой. Я так понимаю, тебе нужно здоровья его. Да. До какого-то минимума. Стоить. Щит вовремя. Он крутой же, но... Сторону получается отпрыгивать лучше, да? Ага. А, ну ладно. Я уж думал, он подстраивается под мою тактику. Еще чуть-чуть. Будь осторожен. О! Папа! Гарольд свободен. Это чудо. Все прошло даже лучше, чем я ожидала. Хильда, твой отец в порядке, не волнуйся. О, ветра, я так... Спасибо вам. Дочь моя, подойди. Дай посмотрю на тебя. Папа! Меч у него, конечно. О, у тебя такой грустный взгляд. Ты в порядке? Я же сказал тебе уходить отсюда. Я не могу. Вменида надо остановить. Он должен ответить за то, что сделал. О, ветер, ты упряма, как всегда. Я не позволю. Командир, могу я кое-что сказать? Госпожа Минерва. Надеюсь, вы понимаете, что Хильда – ключ к спасению офиса. Я понимаю, что вы очень переживаете за свою дочь. Но она куда сильнее, чем вы думаете. Без нее нам не справиться. Я также уверена, что вы понимаете необходимость положить конец к козням Эменида, и что у нас мало времени. Кроме того, в таком состоянии вы не сможете сами с ним сражаться. Мы смогли закрыть канал, через который он контролировал вашу душу, но только на время. Оказавшись рядом, он сможет снова получить контроль над вами. Ох, да простит меня твоя мать. Хильда, я приказываю тебя найти Эменида и остановить его. Это твое новое задание. Папа, ты... Если он сможет подчинить весь офис, то доберется и до Анбари. Это его истинная цель. Ему будет мало освободить один город. Я поручаю тебе разобраться с ним. Так точно, командир. Я принимаю задание. Хорошо. Да, Хильда? Ну, да. В этой ситуации, вместо того, чтобы запрещать, лучше поддержать, потому что бесполезно. Ага. Поговорить о том, где находятся бойцы Легиона Северного Ветра. Вот, да, хороший вопрос. Где все остальные-то? Вот ты сейчас с последователями. С ним все хорошо. Ото жив? Это отличная новость. А что с остальными? Где они? Уже возвращаются домой. Я видел, как они покидают офис. Эменид знает, что я не доверяю ему. Он боялся, что Легион помешает его планам. Как только мы выполнили все договоренности, он поспешил выслать нас из города. А я? Я нашел предлог остаться, потому что знал, что ты еще здесь. Эменид хотел использовать меня против тебя. И у него почти получилось. Отец. Скоро мы встретимся с нашими собратьями, клянусь. А, ну хорошо. Все остальные живы хотя бы. Так, про освобождение людей из-под контроля. Минерва сказала, у тебя была странная аура. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Должно быть это потому, что я напал первым. Вчера рассеивающий самоцвет оказался весьма полезен. Вчера рассеивающий самоцвет. Чтобы создать свои проекции, в Миниду нужна энергия Нексуса. Он становится уязвим, если блокировать энергетический поток между ним и проекцией. Я выяснил, что Марвел хотел получить устройство, способное прерывать поток магической энергии. Все это время я отправлял людей на поиски материалов для такого устройства, но не говорил, какова моя цель. Эвменид не всегда следил за нами, поэтому я смог создать его. Я... я думала, ты решил поддержать Эвменида и его амбиции. Я был вынужден к тебе так сказать. Чем меньше людей знают про устройство, тем лучше. Понимаю. Теперь я все понимаю, отец. В мерцающих глубинах я поступила глупо, беспокоилась о тебе. Настаивала им о том, чтобы остаться в Афисе. Не переживай об этом. Знаешь, я бы никогда не подумал, что твое упрямство позволит нам дать отпор Эвмениду. Как он планировал восстание? Ты с самого начала планировал восстать против Эвменида? Восстание против него следствие, а не цель. Чтобы обеспечить успех операции «Пепельный ветер», мне пришлось продумать много разных сценариев. Это и делает «Легион северного ветра» особенным. Мы видим не только то, что лежит на поверхности. Конечно же, я подготовился. Подготовился. Ты хочешь сказать, что наши собратьев сейчас другое задание? Снять проклятие с короля — только первая цель. Нам также надо было убедиться, что оно не распространится за пределы города. Все несколько запутано. Я начал разрабатывать план, как только увидел настоящую угрозу. Если весть о моей неудаче дойдет до Анбаре, Людвиг немедленно начнет подготовку к битве с Айфисом и Эвменидом. В этом случае нас ждет страшная магическая война. Хильда, сегодня ты подарила нам надежду. О, ветры! Я остановлю его! Я остановлю его! Круто, круто. Эпику нагоняет. Смотри, этот чарорассеивающий самоцвет был поврежден. Впрочем, благодаря ему он серьезно ослаб. Возьми. Его уже нельзя использовать как оружие. Но он все еще может тебя защитить. Гаррет еще умудрился ему там поднапакостить. Конечно. Последнее преднапреждение. Тебе триньку дали, да? Я так понимаю. Да, похоже на то. Нет. А, вот она, ага. Чарорассеивающий самоцвет. Увеличивает урон от атак, но в случае смерти теряется больше звездной пыли. Ну, наверное, можно воспользоваться, в принципе. Но если у тебя пыли не будет с собой, которую жалко, то это будет идеально. У меня есть 9000 пыли, но это не то, чтобы смертельно, если я потеряю даже всю эту пыль. Так. С кем еще поговорить? Ага. Да, сэр. Спасибо большое. Огромное тебе спасибо. Я переоценил свои силы и возможности самоцвета и чуть не погубил все. Наоборот, ваш самоцвет был очень полезен. Если бы не он, у нас бы не получилось снять с вас чары. Кстати, откуда у вас вообще взялся артефакт, созданный в Академии Фаллон? Когда я нашел его, то понял, что в нем недостаточно магии. Поэтому я отправился в мерцающие глубины за искрой титана и сделал из нее ядро. Так я получил рабочий самоцвет. А, ясно. От магии Эвменида нет защиты, кроме подобных предметов. Вы провернули это дело прямо у него под носом. Я в восхищении. Так что дальше, госпожа? Каков ваш план? Мы сделаем то, что должны. Госпожа, это не мое дело, но Эвменид... Нет, не говорите. Благодарю за вашу доброту, но я знаю его лучше вас. Некоторые вещи... важнее, чем наши с ним отношения. Я понимаю. Я должна перед вами извиниться. Когда вы пришли в наш город, я не захотела слушать о ваших бедах, потому что не доверяла вам. Это из-за меня вы стали просить помощи у Эвменида. Я не оставила вам выбора. Мне очень жаль. Сейчас все это уже не важно, госпожа. Не вините себя. Все вы многое потеряли. Достаточно этого. Все мы. Все мы многое потеряли. Достаточно этого. Я ценю ваше понимание. Спасибо тебе за помощь. Моя помощь ничто по сравнению с тем, что ты сделала в храме Милосердия. Если сегодня мы не остановим Эвменида, он всех возьмет под свой контроль, прямо как твоего отца. Одними словами его не образумить. Мы на тебя рассчитываем. Ну и все. Угу. Я потратила много магической силы на то, чтобы снять чар из Гарольда. Раз чарорассеющий самоцвет и правда серьезно ослабила Эвменида. Иначе он наверняка смог бы нам помешать и продолжил бы готовиться к ритуалу. Сейчас у нас есть отличная возможность остановить его, Хильда. Поторопись. Я догоню тебя, как только восстанавливаю силу. Обязательно передам Эвмениду привет от тебя. Есть смысл нам до базы метнуться? А, далеко уже, ладно. Там где-то еще... Ну если дойдем до... Сохраненки. Да, там где-то еще одна сохраненка должна быть, может быть там тогда получится. Эхо, кстати, вот. Угу. Контратака Гарольда. О, нам как раз тот момент покажет, где он применил этот самоцвет. Я впечатлен, Гарольд. Ты дал мне отпор, хотя я полностью контролировал тебя. Увы, ты все равно проиграл. В офисе тебе придется использовать мой амулет. Сопротивление бесполезно. Я выполнил обещание и позволил тебе заполучить артефакт, который снимет с короля проклятия, а также разрешил самому разобраться с Хильдой. Я не понимаю, почему ты решил меня предать. Мой долг — защищать Анваря от врагов. Ха, неужели я твой враг? Когда я спасу офис, во всем мире настанет светлое будущее. Я построю мир, где все свободны и равны, и где люди не разделены на классы. Ты похож на остальных. Ты такой же глупец. Ты еще пожалеешь. Звук магического удара. Что? Ты... Ты применил чарорассеивающий самоцвет. Ты хоть знаешь, какие у этого будут последствия? Я лучше умру, чем позволю тебе захватить власть над Нексусом. Я командир Легиона Северного Ветра, и я не позволю тебе напасть на Анваре. Ты недооцениваешь силу Нексуса. Я собирался воссоединить вашу семью в Ночь Троица, но можно сделать это и сейчас. Убей любого, кто приблизится к Нексусу, включая свою дочь. А затем убей себя, Гарольд. Да, господин. Больше нельзя тратить столько магической энергии. Да... Гарольд. Субтитры создавал DimaTorzok